Агентство недвижимости 21 век работает на рынке недвижимости Архангельской области с 2001 года. Специалисты фирмы окажут широкий спектр профессиональных услуг. Девиз 21 века от заявки до новоселья. На каждый квартирный вопрос у нас найдется компетентный ответ. В агентстве 21 век можно найти без преувеличения лучший вариант. От заявки до новоселья. Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы продолжаем цикл программ «Вопрос на миллион». И вновь в этой студии обсуждаем актуальные темы сферы недвижимости. Достоинства квартиры в новостройке очевидны. Но насколько сложно приобрести такое жилье? Об этом и многом другом мы говорим сегодня с генеральным директором агентства недвижимости 21 век Мариной Ковалевой. Марина, здравствуйте. Марина, какими факторами нужно руководствоваться, чтобы сделать правильный выбор между квартирой в новостройке и квартирой во вторичном жилфонде? Я думаю, в первую очередь нужно руководствоваться тем, как быстро вы хотите переехать. То есть в квартиру новостройки вы переедете не сразу, вам нужно будет делать ремонт. В квартиру на вторичном рынке вы можете переехать в течение нескольких недель, в сроке до месяца. Также вы должны учесть, что если вы выбираете квартиру в новостройке, вам нужно будет сделать ремонт. Соответственно, если вы продали свою квартиру, вам нужно где-то жить. Либо вы должны воспользоваться ипотекой. Ну и самый лучший вариант, если есть свободные наличные деньги, чтобы приобрести квартиру. Ну наверняка у квартиры в новостройках, у квартиры в старых домах есть свои плюсы, равно как и минусы. Вот каковы они? Ну я бы не сказала, что это плюсы и минусы, но есть факторы за и факторы против. Квартира на вторичном рынке, она уже с ремонтом, то есть вы можете заехать туда сразу. Квартира в новостройке, вам нужно будет ждать, есть определенные риски. То есть, возможно, задержка строительства, опять же, нужно будет делать ремонт. Если вы к этому всему готовы, вы можете выбирать новостройку. Если хотите переехать быстро, то это вторичное жилье. Марина, давайте перейдем к нашей традиционной рубрике «Видео вопрос». На каком этапе строительства можно заключить договор на покупку квартиры в строящемся доме? Вы можете заключить договор на любом этапе строительства, то есть начиная с нулевого цикла до окончания строительства, до периода государственной приемки, когда квартира переходит в собственность. Марина, а как при этом будет меняться цена квартиры? Конечно, она будет расти в процессе строительства. В каких вот процентных соотношениях? Насколько велика эта разница? Ну, разница может быть практически в два раза. Марина, давайте послушаем следующий видео вопрос. Что делать, если дом не сдают срок или вообще перестали строить? Вот такая сложная ситуация, есть ли какой-то выход из нее? Да, ситуация не очень приятная, но она случается на рынке. Прежде чем приобретать квартиру на востройке, вам нужно всегда проанализировать застройщика. В первую очередь обратить внимание на то, какой заключается договор. Лучше всего заключать договор долевого участия напрямую с застройщиком. По такому договору вам будет проще вернуть свои деньги, обратившись в суд. Второе, на что нужно обратить внимание, насколько надежный застройщик, сколько у него объектов, то есть точечно это застройщик или у него много объектов. Ну и третье, что вы можете учесть, на каком этапе объекты у застройщика. Если у него много объектов, которые он только начинает строить, очень большая вероятность того, что он не справится с каким-то из них, и он будет заморожен. В случае, если объект перестали строить, вам нужно написать письмо застройщику с просьбой вернуть денежные средства. Если застройщик добровольно их не возвращает, тогда обращаться в суд. Но вы не должны думать, что суд именно встанет на вашу сторону, потому что договор долевого участия заключается в основном для того, чтобы обеспечить гражданина жильем. Соответственно, судья будет рассматривать все в совокупности. Насколько велика задержка, по каким факторам она случилась. Это неоднозначно, что суд присудит вам возвращение полностью денежной суммы. То есть, покупая квартиру в непостроенном доме, вы покупаете возможность ее получения, но не, собственно говоря, стены. Получается так? Да, конечно. А есть ли какая-то возможность застраховаться, что ли, от таких случаев, то есть, отдав деньги, быть уверенным, что получишь квартиру в итоге? Ну, однозначно такого нет. То есть, в первую очередь, еще раз повторюсь, что это договор долевого участия. Нужно смотреть внимательно, что прописано в договоре. По договору долевого участия в большинстве случаев деньги вам вернутся. Но все равно риски определенные есть. Марина, еще один видео вопрос на сегодня. Можно ли продать квартиру, если дом еще не достроен? Да, конечно. Это будет договор уступки по договору долевого участия. Вы можете продать квартиру и уступить свои права, требования этой квартиры другому физическому лицу. А насколько сложна эта сделка? Насколько сложно продать квартиру на каком-то из этапов строительства? Она несложная. Потому что обычно к концу строительства уже много квартир у застройщика распродано. И, в принципе, есть желающие приобрести квартиры в домах, которые близки к сдаче. Марина, а какой идеальный возраст дома для покупки в нем квартиры? Есть ли вообще такой возраст? Определяют ли его риэлторы? Ну, как я считаю, идеальный возраст дома – это новый дом плюс 5 лет. Потому что за это время проходит усадка дома. Если вы делаете ремонт только после сдачи дома, то дом будет давать усадку. Он дает где-то в течение 5 лет ее. И могут появиться трещины, то есть изъяны в ремонте. Когда дом отстоял уже 5 лет, соответственно, он устоялся. Вы можете, не опасаясь ничего, делать ремонт. Я считаю, что это самый лучший возраст для приобретения. Ну, или производить капитальный ремонт по прошествии 5 лет. Ну, получается, да. Марина, давайте прочитаем письма от наших телезрителей. Насколько дороже квартира в новостройке, чем жилье в старом доме? Ну, смотря в каком старом доме. Потому что дома тоже разделяются по сериям. Квартиры в новостройке с ремонтом или без ремонта тоже нужно учитывать. Вообще, квартиры в новостройках, если они с ремонтом, то, конечно, они подороже. Думаю, процентов, может, на 30, 30 до 50. А намного ли дешевле купить квартиру вот только что с данным ГК, Государственной комиссии, доме, чем на какой-либо стадии строительства? Насколько велика разница, насколько возрастает цена после сдачи дома? После сдачи дома цена возрастает, смотря с каким этапом сравнивать, с начальным этапом строительства? Ну, допустим, с начальным этапом. Практически в два раза вырастает цена. В два раза. То есть только сдается дом, Государственной комиссии, сразу же цена возрастает. А если самые-самые последние этапы строительства, может быть, внешние работы? Ну, если сравнивать последний этап строительства и сдачу дома, я думаю, здесь процентов от 15 до 20. А вот на этих последних этапах все-таки существует какой-то риск для покупателя? Или же, в общем-то, безопасно покупать? Ну, на последних этапах риск уже минимален, потому что там практически все работы сделаны. Вообще, самый дорогостоящий этап строительства – это нулевой цикл дома. На последних этапах риск минимален, но квартиры у застройщика уже практически нет. Марина, давайте прочитаем еще один вопрос. Зависит ли размер коммунальных платежей от того, новое ли жилье или нет? Вот такой вот вопрос, Хаверз. Да, зависит. Потому что в старом доме требуется капитальный ремонт, требуется замена многих коммуникаций. Соответственно, платежи могут быть больше. В новом доме этого не требуется, соответственно, платежи меньше. Марина, а отличается ли сделка по приобретению квартиры в новостройке от сделки по приобретению квартиры во вторичном жилфонде? По самой процедуре сделка практически не отличается. То есть для обычного клиента она будет практически такой же. Отличается только тем, что заключается не договор купли-продажи, а договор долевого участия. И деньги за квартиру получает не физическое лицо, а застройщик. А что вообще легче купить? Может быть, безопаснее, надежнее купить? Вторичку или новостройку? Если покупать новостройку надежного застройщика, то это равноценно и вторичке. Ну и по вторичке тоже всегда нужно внимательно проверять пакет документов, потому что там тоже могут быть какие-то нюансы и риски. Марина, и последний вопрос на сегодня. На что нужно обращать особое внимание при покупке квартиры в том или ином типе дома? Ну, при покупке квартиры на вторичном рынке обращаем внимание на ремонт, на управляющую компанию можно обратить внимание, обратить внимание на то, как давно делался в доме капитальный ремонт. При покупке квартиры новостройки обращаем внимание на застройщика, на надежность застройщика. Обращаем внимание на то, как будет сдаваться квартира, то есть что в ней будет сделано. Только стяжка полов, черновая отделка. Это все должно быть прописано в договоре. Да, это все должно быть прописано в договоре. Марина, спасибо вам большое, что были сегодня с нами. Спасибо. В нашей студии была генеральный директор агентства недвижимости 21 век Марина Ковалева. Мы увидимся с вами ровно через неделю на телеканале ПС и портале Правда Севера. Пишите нам на адрес info.sobako.ps29.ru. До встречи. Девиз 21 века – от заявки до новоселья. На каждый квартирный вопрос у нас найдется компетентный ответ. В агентстве 21 век можно найти без преувеличения лучший вариант – от заявки до новоселья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова